Коллеги, рядом со мной Наталья Беляева, это спикер нашей деловой сессии. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Конечно же, всем очень интересно, какая тема сегодня затрагивалась? Ну, на конкретно той сессии, где выступала я, мы говорили об упаковке, об упаковке для пищевой продукции. Важная тема, особенно в свете тех изменений, которые сегодня происходят, как на законодательном, так, собственно, и на технологических уровнях, связанных с производством этой самой упаковки. И вот конкретно тема, о которой говорила я, она связана с тем законодательным блоком изменений, которые предполагаются внедрять, но, в принципе, часть из них, на самом деле, уже реализована сегодня. И когда я, на самом деле, первый раз на продэкспо, первый раз общаюсь именно с такой аудиторией, хотя понятие пищевых потерь, пищевых отходов, оно как бы не совсем ассоциируется с пищевыми продуктами, красивыми, нарядными, вкусными, которые мы покупаем для того, чтобы не думать о плохом, а как раз удовлетворять свои потребности. Но помимо вкусной конфеты, я не знаю, или вкусного фрукта, к нему всегда прилагается упаковка. Упаковка на сегодняшний день самый быстро образующийся отход, очень быстро пополняемые наши полигоны, которые нам не нравятся, жить рядом с которыми мы не хотим, и, соответственно, с этим надо что-то делать. Вот меня попросили сегодня, собственно, рассказать, что происходит сегодня, что ожидать завтра для того, чтобы бизнес, он же не может просто взять и в одночасье перестроиться. Ему необходимо понимать, планировать, куда идти, какие затраты закладывать, как формировать себестоимость, на что можно рассчитывать, какая конкуренция и так далее. Вот, собственно, об этом поговорили. Я удивилась, но аудитория в большинстве своем, наверное, ну такая, как бы, как сказать, либо очень сильно подготовленная, потому что очевидно, что это их уже коснулось. Остальные, наверное, я так думаю, ну просто все-таки выставка большая, много красивых, интересных павильонов, опять же, возможность встретиться в одном месте сразу с огромным количеством нужных людей. Вот, но все же, как бы, пока еще достаточно низкая осведомленность у отрасли о тех обязанностях в первую очередь, потому что о правах, ну понятно, да, конечно, тоже они существуют, но обязанности всегда предполагают за собой риски, и вот о рисках, наверное, важно знать. Вот мы говорили о рисках. Вот вопрос такой, какой главный вектор сейчас выбран? Выбран то, что нужно перерабатывать упаковку или нужно изменять саму упаковку, чтобы она была более экологичной, или вот какой вектор развития предлагает сейчас, наверное, повсеместно, потому что понятно, что есть разные мнения, но наверняка есть какой-то вектор, который почему-то удобен, наверное, большим игрокам рынка. Ну, давайте так, не про удобность, а сначала про то, какая идеология вообще, в принципе, во всех этих изменениях. Конечно, она не для того, чтобы работать с отходами, она как раз для того, чтобы работать с материалами для упаковочных каких-то видов, да, производимых новыми и красивыми. Вот здесь как раз необходимы и создаются условия для того, чтобы мы не придерживались тех красивых, нарядных, но не перерабатываемых больше своей массе, к сожалению, на сегодняшний момент, порядка 90% упаковки находятся вне зоны переработки. То есть мы можем с вами их красиво сортировать, собирать, но судьба их, к сожалению, не завидна. Почему это происходит? Потому что на стадии производства никто не задумывается о том, из чего мы делаем, как оно будет дальше, кем собираться, будет ли вообще с кем-то собираться, есть ли в этом экономический смысл. Поэтому, конечно, на этой стадии производства все экономят. Ну, понятно, что мы учитываем какие-то критерии барьерные, да, и прочие функции, которые выполняет упаковка, но где можно сэкономить, всегда происходит экономия. Правильно, я понимаю, что не экологично дешевле. Конечно, конечно, не экологично, а дешевле. И мы все тоже, приходя в магазин, сейчас вот в защиту производителей, надо сказать, конечно, на полке тоже ищем, да, голосуем рублем. И даже если мы знаем, что что-то вкуснее, и нам, мы знаем этот вкус вкуснее, но нам не хватает денег, мы все равно возьмем что-то другое, да, но при этом покрывающая потребность, там, не знаю, в сладком, кислом, соленом, да, ну или в каком-то другом продукте, за которым мы пришли. Если эта тема, она только поднимается, и на загадательном уровне что-то меняется, насколько безоблачное, вот сейчас будущее нас ждет здесь, мы ждем каких-то, ну не воин, не сказал бы, да, каких-то сопротивлений со стороны, может, производителей, или все же все смирились, что это норма, которая нас рано или поздно коснется, и мы должны к этому прийти? Ну, давайте, конечно, наверное, будем честны, никому не нравится, да, и мы в этом смысле не уникальная нация, это не нравилось шведам, когда мы это тоже все вводили, это не нравилось немцам, не нравилось англичанам, американцам и так далее, вот, но действительно, как бы, да, у каждого такого неприятного факта есть несколько стадий принятия, вот, гнев мы как раз сейчас проходим, то есть мы на стадии, наверное, гнева, то есть торг происходит у очень избранных, вот я и говорю, что есть отдельная категория предприятий, которая, там, в силу либо своей крупности, либо транснациональности, зная и понимая, как это происходит в других странах, и осознавая сценарий развития в Российской Федерации, как бы, да, выторговывается, да, остальные все же, скорее, пока гневаются, это неконструктивная стадия, то есть мы пока вот не о деле говорим, мы, там, тратим, как минимум, там, 40% любого часа просто на то, чтобы поспорить друг с другом на тему вообще, надо ли это и кому это надо, и за чей счет банкет и так далее, поэтому, наверное, вот пока наши сессии скорее носят такой информационный характер, я обычно всегда рассказываю, говорю о том, как происходит с нашими клиентами, которые приходят с проблемой и хотят, чтобы она вот как-то подрассосалась, желательно подешевле, вот. Вот, и тут вопрос вот как раз, да, на какой стадии кто находится, если там уже отторговались, даже есть такие, которые отторговались, смирились и что-то принимают, и главное даже бывает, что совершают действия уже направленные на выбор других материалов, на хотя бы поиск информации об этом, для того, чтобы оценить и себестоимость, и возможность перестройки, и сроки, главное, такого перехода, да, вот, ну, так. Правильно ли я понял, что вот этот торг, депрессия, принятие, все это алгоритм принятия неизбежного? Правильно ли я понимаю, что все-таки этот вектор неизбежен, все-таки нам придется с этим смириться? Я думаю, что да, хотя, наверное, в девятнадцатом году я бы сама себе не поверила, потому что в девятнадцатом году правительство очень сильно реагировало на вот любое возмущение, потому что любое возмущение всегда очень быстро переходит к такому контраргументу, как завтра все подорожает, то есть завтра, там, привычное, там, молоко для старушки-пенсионерки, да, станет стоить, там, на сколько-то рублей дороже. Это реально очень больно, особенно сейчас на фоне пандемии, инфляции, да, которая хоть и 8%, но ощущается как 45%, вот, то здесь, конечно, как бы такая аргументация, она всегда чувствительна, но надо отдать должное, как бы, правительству, которое понимает, что мусорят действительно не там, где, как бы, подбирают, да, мусорят не там, где, вернее, не грязно, не там, где убирают, а там, где не мусорят, но так как уже все равно это происходит, то для того, чтобы кто-то пришел и убрал, а если это не ты, то нужно заплатить, потому что, ну, бесплатно почему-то никто не приходит, а раз здесь нет источника для финансирования, его надо создавать, и это не могут быть только люди, то есть это не можем быть мы с вами, да, нельзя все время переносить все вот в категорию прямой уплаты. Да, мы тоже будем платить за эту утилизацию, покупая, там, наш, я не знаю, привычный хлеб в упаковке, в нарезке, да, или, там, какие-то другие продукты питания, коль мы сегодня, как бы, на продекспе и говорим о пищевых все-таки продуктах, тем не менее, тем не менее, это все-таки, как бы, ну, как сказать, осознанный, наверное, для кого-то, может быть, для кого-то не очень, но выбор, то есть люди сегодня уже много знают о видах упаковки, о тех качествах, которыми она обладает или не обладает. Есть люди, которые реально вот такими, ну, скажем так, рублевыми акциями не выбора той или иной продукции побудили некоторых производителей к хотя бы даже, ну, такому движению, как задуматься над тем, что происходит, потому что ведь мы же работаем для того, чтобы быть проданными, да, чтобы получить деньги за свою услугу или товары. Если нас не будут покупать в перспективе, то мы должны понимать, что наше производство, все наши рабочие места, все это будет, может быть похоронено просто волею потребителя, а клиент всегда прав. Молодец клиент, и надеюсь, что все у нас будет хорошо, мы будем более экологичными, и надеюсь, если это будет повсеместно принято, то и себестоимость всех этих шагов тоже станет низкой, и надеюсь, мы придем к экологичности меньшими потерями. Ну, давайте все же не будем обольщаться, даром бывает только за амбаром, да, и в этом смысле надо просто стремиться к тому, чтобы каждая потраченная копейка действительно приводила и к сокращению ресурсов, которые потребляются, да, и к возобновлению их повторного использования и сокращения тем самым расходов на производство, и вот там, возможно, экономия, но, наверное, не так скоро. Будем надеяться. Спасибо большое за интересное общение. Спасибо.